привет всем вы на канале позитивный огород сегодня у нас 3 января прошло 22 дня с момента того как мы сеяли клубнику из своих семян первые пять дней она у нас находилась в холодильнике на стратификации затем поставили ее на подоконник и досвечиваем фитолампой получается около 3 часов с утра досвечиваем с 8 где-то до 11 и вечером с 5 часов и до 11 или 10 часов вечера также нас клубника находится этот рассада под фитолампой сверху наши контейнеры накрыты полиэтиленовой пленкой в которой сделаны отверстия то есть как мы надели на них вот эту пленку при посеве так мы ее и не убираем клубника восходила в целом достаточно равномерно но конечно же есть единицы растений которые зашли совсем совсем недавно рядом лучок растет же вот такой вымахал достаточно большой затем конечно мы уберем когда остальную клубнику будем сеять ну там еще один лук пока мы нашу рассаду клубники не поливаем то есть как вот увлажнили грунт засыпали снегом снег у нас растаял и нашей рассаде хватает им этой влаги которая была заложена при посеве вот такие вот молодые саженцы так сказать клубники не буду их открывать потому что земля достаточно быстро пересыхает так как в квартире у нас сухой воздух и очень быстро грунт пересыхает а нам это допускать сейчас нельзя сверху немножко присыпали землей точнее сказать вот тем той смесью которую мы готовили для посева совсем немножко чтобы у нас корешки хорошо вот именно развивались где-то около там никто двух или трех миллиметров подсыпаем именно по всей этой емкости здесь тоже такие вот воды клубники и что касается использования при посеве семян клубники и pin extra стимулятора прорастания скорейшего так скажем именно наших семян хочется вот в этом контейнере мы сеяли семена те которые мы замачивали в пине в этом контейнере у нас семена были просто рассыпаны по верху грунта и сверху присыпаны снегом схожесть здесь с эпином зашло около 30 семечек без эпина взошло где-то около 20 то есть в целом конечно разница немножко есть но возможно все таки качество семян мы тоже не можем прям так проконтролировать но вот такая вот небольшая так скажем разница но для своих семян конечно это небольшая разница потому что свои семена они в целом намного лучше всходит чем магазины от для магазина все-таки лучше использовать эпин тем самым мы увеличим их схожесть количество тех саженцев которые у нас получится в итоге первое время у нас рассада стояла под лампами и расстояние от этих контейнеров и до лампы где-то было около 20 сантиметров но затем заметили что начала она немножко вытягиваться поэтому нужно было либо приопустить лампу либо же приподнять сам контейнер подложили несколько книг и соответственно приподняли наш контейнер теперь расстояние около где-то 15 сантиметров раньше сеяли всегда феврале а феврале более активное солнце и поэтому и 20 сантиметров было достаточно но сейчас оказалось так что нужно было их немножко предопустить и рассада стала развиваться в целом более-менее нормально и покажем конечно же нашу проказницу кошечку лапочку которая у нас походила по этим самым контейнером то есть в тот день когда мы выставили их из холодильника поставили подоконник как-то не подумали о том что нужно закрепить шторку чтобы наша лапочка косолапочка это не залезла на подоконник но в общем она в первый же день пошла проверять посадки потопталась по этим контейнером чем такие отпечатки лап остались но даже с такими вот приключениями рассада в целом сходила очень хорошо поэтому все что не делается все к лучшему ну вот сейчас закрепили все и наверное уже не интересно а раз она там уже побывала так теперь спит раньше прям эти следы было видно а сейчас так как мы сверху присыпали землей уже как бы их особо не заметно но даже с такими приключениями рассада все равно взошла то есть если семена у вас попались качественные с хорошим сроком годности то у нас все получится и что касается дальнейших действий продолжаем досвечивать нашу рассаду утром и вечером когда наш грунт начнет подсыхать а уже заметно сейчас когда мы сверху подсыпали землю он начал она немножко подсыхать и затем с боков будем немножко так каплями капать воду с каждого бока будем капать и у нас будет здесь парниковый эффект поэтому она будет распределяться это влага по всей вот этой нашей емкости но пока вот ничего особо делать не нужно и поделюсь одной такой маленькой хитростью как нам увеличить освещение нашей рассады клубники ты вообще любой рассады который у нас находится под подсветкой соответственно мы берем такую обычную фольгу если это стила что можно как-то приделать ее к стене ну то есть у нас можно просто так вот ее представить соответственно весь свет который попадает на фольгу он нас отражается на нашу рассаду и соответственно больше освещенности у нас получает наша клубника не развиваться она будет гораздо лучше потом такая вот маленькая хитрость но всем тем кому данное видео понравилось подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого самого наилучшего